Друзья, всем приветики! Мы снова в пятерочке, промониторим цены. Привоз был в магазине, сейчас я вам покажу и расскажу, что привезли и что же я себе купила. Картофель 29 рублей 30, можно сказать, хороший. Посмотрите, какой крупный. Ранний картофель 60 рублей. Я вчера покупала пакет, сегодня обычного взяла. Лук красный, сейчас возьму 100 рублей. Я люблю лук. Хороший, кстати. Морковь весовая 34 рубля, крупная, хорошая. Свекла 30 рублей. Чернослив цена за 100 грамм 40 рублей. Кстати, очень хорошая, хороший чернослив. Кому интересно, у меня есть рецепт на канале, называется «Салат черепаха» с добавлением чернослива. Кому интересно, зайдите, посмотрите плейлист рецепта. Киви 129 рублей, 130 сейчас возьму. Лимончики 100 рублей, желтенькие, хорошие. Яблоки Грэнни, 112. Виноград 270. Хороший такой кишмиш, 229-230 рублей. Мандарины 100 рублей, но они что-то уже, мне кажется, не совсем такие, они хорошие. Перемешивают со старыми. Так, бананы 120 рублей, фасованные. Посмотрите, цена здесь, а бананы здесь. А вот эти бананы здесь, видите, маркетинговый ход. Хотя вот этот ценник должен вот здесь быть, находиться, чтобы не путать покупателей, что фасованные. А так кто-то посмотрит, как будто эти 137 рублей. А Ива, такое мы не покупаем, что-то я ее вкус не понимаю, не нравится мне. Груша 200 рублей, красная, 179-180, желтая. Конференц Груши, как подорожали, 250 рублей. Яблочки сезонные, ой, какие хорошие. Сейчас возьму 69 рублей. Голден 100, красная 130. Друзья, я ведь в отпуске уже все, две недели буду балдеть. Сейчас вам соки покажу, цены на сок, потому что пишут подписчицы, интересуются, почему не показывают цены на сок. G7 120 рублей в ассортименте. Не показываю, потому что мы их особо не покупаем. Так, 139 по акции вишня. 169 апельсин. Вообще речь самая вкусная. Соки яблочные 140 по акции можно взять. 107-108, поменьше. Вот такая вот упаковочка. 85 рублей, любимый. Самый дешевый, наверное, сок. А нет, за 56 есть красная цена. Самый дешевый. Так, мультифрут красная цена, 56 морс. Из ягод 79, 80 рублей. Помощник мой пришел, сумки мне поможут. Арахис жареный, 130 рублей вот такой. Я беру килограммовые пачки на вал, Борис. Выгоднее брать. Газетки читаете? Кто-нибудь еще есть такой отдел? Не знаю, покупает кто журналы, не покупает. Но он еще у нас существует. Сейчас мир интернета все в основном черпают информацию оттуда. Выпечка. Хлебушек сейчас возьмем. Картофель, фиви в корзине в нашей, яблоки сезонные, красные, такие хорошие. Хлеб и красный лук. А здесь в пакете шексинская продукция, дома покажу. Так, масло возьму 109 рублей по акции Слобода. Очень хорошая фирма масла. Я куплю две еще в запас себе. Кстати, девчонки, кто выпечкой занимается, очень выгодно большую банку на вал, Борис, заказать ванилина, чем вот эти вот пакетики. Но сейчас он по акции. Можно купить 6 рублей 15 копеек. 23% скидка на дрожжи. Скоро Пасха. Кто будет печь куличи, приходите, покупайте. Дрожжи эти очень хорошие. Наши вологодское молочко. Я беру всегда шексинскую продукцию. Сейчас я зашла там в другой магазин, купила кое-что, дома вам покажу. Цена на молоко 65 рублей. Вот такое, кстати, не пробовали, не знаю. 73 рубля. Милка по акции 250 рублей. Сейчас одну возьмем. Яйцо куриное селяночка. 95 рублей. Сейчас я возьму. С добавлением йода. 109 рублей. Деревенские 105. Самая дешевая 71,50. По красной цене. Друзья, к нам белорусские чипсы привезли. Хочу похвалить. Я уже их пробовала много раз. Вот такие просто с солью. Перец соль. 109, 110 рублей. 150 грамм упаковка. Кстати, очень вкусные. Мне больше, чем лэйс понравились. И вот такие. Трюфельный соус. Они и те, и те вкусные. Но с перцем они такие, знаете, остренькие. А вот эти вот. Короче, попробуйте. Очень вкусные. Рекомендую. Белорусские чипсы вам. Бульба. Прокладки на месте. 139, 140 рублей. Котекс. Самые бюджетные. Это вот эти вот. Они с сеточкой тоже, кстати, неплохие. 60 рублей. Снег хочу показать, друзья, вам. У кого растаял уже. Либо живете в регионах, в которых нет снега. У нас еще его полно. Видите, еще не растаял. Дороги только-только вскрылись. На тротуарах еще снег. А здесь вот у нас грязь постоянно около дома. А между домами вот такие вот дороги. Постоянная грязь. Асфальта здесь, конечно, не хватает. Идем домой. Варюшка рядом. Что же мы купили в пятерочке? Чипсы, яблоки, хлеб, лук, яйца, шоколад, киви, картофель и масло. На 1070 в другом магазине я купила, значит, 4 сардельки, пол батона, сыр вот такой шекснинский. Первый раз взяла, ни разу не брала. Попробую. Вообще шекснинская продукция очень хорошая. Масло 82,5. Большая вот такая вот упаковочка. Ну как большая, 350 грамм. Колбаса. Вот такая балаковая. Давно, кстати, колбасу вообще давно не брали. Эклеры. Сливки взбитые, крем. Там же в северном градусе брала, кто местные жители. Если заинтересуются, и смертана шекснинская. 1070 заплатила. А за вот эти покупки 1100 с чем-то заплатила. Не помню, сколько уж точно. Накишу смотрит, покупки охраняет. Привет и всем передает звезда наша. Полюбил ее зритель наш. Друзья, плита наша снова сломалась. Не знаю, в чем причина. Что-то там, ну не знаю я. Мастер посмотрел, сказал, что все в порядке. Если там мозги, короче, сломались, то ее уже не починить. Нужно новую покупать. Поэтому снова я достала свою кастрюлю. Вот эту, которую я вам показывала. Варю в ней еще. У меня мультиварка есть. Варим вареники на ужин с картошкой и с грибами. Вода уже скоро закипит. И буду забрасывать. Ну что, хочу сказать про нее. Не могу я к ней еще привыкнуть. Но для студентов, я думаю, на одного человека вообще хорошо. Нам на двоих, возможно, она и маловато объем. Ну вот вареники с картошкой и с грибами будем варить. Зову ее Варя. Варя, где, куда делась? Она вот она. В шкаф залезла к Антону. Здесь у него носки чистые. Футболки. Все в шерсти водит Варь. Подписчикам нашим передавай привета. Видео шорс. Ее с Кешей выстрелила. Набрала много просмотров. На Варе у нас свой зритель. Все готово. Будем садиться кушать. Антон сейчас на тренировку пойдет. Поэтому немножко ему рыбу вот эту я покупала, уже рассказывала. И огурцы уже наши тепличные.